Я всегда здесь к себе чувствую хорошо. Всякий раз, когда приезжаю, чувствую себя здесь прекрасно. Сибирь она силу предает. А вы знаете, потом видишь, как все здесь складывается, по милости Божией. Ну, экономика, конечно, как говорят, что на третьем месте, после Москвы и Петербурга. Почему? И на втором бываем, и на первом. Такой, американский живой организм, по-всякому. Но в тройке сильнейший. Ну, конечно, конечно. Ниже тройки, то еще показать не было. Нет, нет. Особое совершенно место, особый регион, которым действительно приращивается сила России, а значит, укрепляется ее суверенитет. Делают все для того, чтобы Россия становилась сильной, крепкой, непобедимой. Действительная роль региона очень большая. Меня очень, меня производит доброе впечатление развития церковной жизни. Владыку благодарю. И, конечно, власти. Строятся храмы, есть работа с молодежью, есть все то, что сейчас необходимо. Потому что самое главное, что совершает церковь, это богослужение. Потому что в богослужении люди объединяются в молитве. А через молитву они соединяются с Богом и друг с другом. То есть здесь и духовное вертикальное измерение, и социальное, общественное. Вот почему всегда приходы в Россию еще в стародавние времена были центрами социальной жизни. Сейчас, конечно, очень много разноречного рода организаций, которые работают для этих же целей. Но церковь продолжает сохранять свою миссию, объединять людей. И вот здесь, в этом замечательном крае, я могу свидетельствовать, что, во-первых, установились очень добрые отношения между светской властью и церковью. Хотел бы особую благодарность вам, Наталья Владимировна. Вы у нас в этом отношении человек очень последовательный, твердый. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, твердый, да, и мы все это очень ценим. Ну и, конечно, роль этого региона, еще раз хочу сказать, в экономике страны огромная. И вот дай Бог, чтобы сочетание материального и духовного и присутствовало в жизни людей. Потому что если люди или организации обретают определенные материальные блага, это хорошо. Когда они обретают материальное могущество, то это требует огромной ответственности от руководителей. От тех, кто вовлечен в это. Потому что могущество – это то, что должно уже направляться не только на удовлетворение своих личных или корпоративных интересов, что естественно, но на обеспечение безопасности Отечества нашего, его процветания. И вот я знаю, что именно так и куется экономическое благополучие России через вклад региона, который вы возглавляете. Поэтому большая благодарность вам за все то, что происходит здесь и в экономическом отношении. Но я бы хотел поблагодарить вас и вот за эти добрые отношения между властью и Церковью. Спасибо, Господи. Дай Бог, чтобы так и дальше было. Когда будем сочетать небесное с земным, духовное с материальным, мы будем непобедимы. Вот это главный вектор нашего направления. Спасибо, Господи. Помогаю вам Бог, дорогие мои. Спасибо, Господи. Разрешите, Владимир Владимирович, я в свою очередь благодарна вам за ваш приезд. Спасибо большое ваше святейшество. Действительно, решение и проект общий, единый, уже и расписанный храму, абсолютно готов для прихожан и священнослужителей. Мы очень рады, что все удалось. И вашему благословению, безусловно, спасибо вам большое. Для Кафедрального собора, для нашего региона, ваше такое благословение и участие большое значение имеет. Надо поддерживать то, что называется властей и воинств, потому что есть такие замечательные слова в священном писании. Наша брань не против плоти и крови, но против властей, миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Сегодня Россия борется не просто с какими-то политическими противниками, она отстаивает ту систему ценностей, которая связана с христианством и которая напрочь разрушается. Поэтому мы отстаиваем сегодня, конечно, нашу суверенитет, нашу национальную самобытность, наше право верить так, как мы верим. И самое главное, ту систему ценностей, которая пришла к нам от слова Божьего. Когда мужчина есть мужчина, женщина есть женщина, когда брак есть союз мужчины и женщины, когда есть ответственность родителей за воспитание детей. Вот эту систему ценностей. И мы почти что становимся островом. Но я всегда говорю, мы остров свободы. Мы остров свободы. Это удивительная миссия России. Точная оценка. Это удивительная миссия России. А почему? Потому что за нами мученики, исповедники. Эта позиция выросла из этого трагического и одновременно очень святого опыта, через который прошел наш народ. И исповедничество, и мученичество, и затем защита отечества. Все это вместе создало такой удивительный сплав. И поэтому сегодня у нас есть соответствующий потенциал, духовная сила, а самое главное взаимодействие светской власти, государственной и церкви. Для того, чтобы использовать этот огромный потенциал, мы могли вместе сегодня работать на защиту Отечества нашего от духовных, но и не только духовных напастей. А Угра это то место, где действительно преизбытывается экономический потенциал нашей страны.